Ты мой свет, что выпадил из темно, ты мой, моя, что освещает путь, как находят дорогу свою корабли, так я с верой свою отыщу. Ассаляму алейкум, друзья, меня зовут Тафи. Мы уже рассказывали вам о том, что такое Аль-Уду и Руссуль, как и зачем выполнять эти ритуалы и о том, что нарушает их. Если вы не смотрели, советую это сделать, ссылки под видео. А сегодня я расскажу вам о том, что запрещено делать, если нет Аль-Уду и Руссуль, то есть если вы не находитесь в состоянии ритуальной чистоты. Ассаляму алейкум, друзья, меня зовут Тафи. Если нарушилась Уду, то такое состояние называется Малм-Хадефен. В таком состоянии запрещается выполнять любой намаз, фарт, сонну, джаназа-намаз и так далее. Совершать Тавав, это ритуальный обход вокруг Кирабы, и фарт, и сонну. А также брать в руки и носить мусхав, а также прикасаться к мусхаву, к самому тексту или полям книги, к ее обложке. Также нельзя носить с собой и прикасаться, например, к листам, на которых написаны аяты Кур'ана, но можно носить с собой хирс, на котором написаны аяты для защиты. Детям мумайзам, мальчикам и девочкам, у которых нет вуду, можно разрешать брать мусхав для обучения, но не с другой целью, например, передать другому человеку. А теперь давайте рассмотрим, что запрещено джанубу. Джануб – это тот, кто совершил половой акт или тот, у кого произошло выделение маний. У джанубы нарушается русуль, и такое состояние называется большим хадатом. Джанубу запрещается делать все то, что запрещено делать человеку без вуду, а также Читать Кур'ан вслух, так, чтобы слышать себя, независимо от того, громко или тихо, даже если шепотом. Даже одну букву из него с намерением чтения Кур'ана. Но можно читать про себя, то есть не произнося звуков, глазами с книги или в уме по памяти. Запрещено также находиться в мечети и заходить в мечеть, даже на мгновение. Но разрешено проходить через мечеть, войдя через один вход и выйдя через другой, например, чтобы сократить путь. При этом не останавливаясь в мечети. Такие мечети есть в основном в мусульманских странах. Если пройти через них, то человек таким образом переходит с одной улицы на вторую, что сокращает его путь от нескольких сотен метров до нескольких километров. А теперь давайте рассмотрим, что запрещается делать женщине в период менструации и послеродовых выделений. Женщина, у которой произошли такие обстоятельства, находится в состоянии большого хадеса. А это, как мы уже знаем, состояние, в котором нет ни мусуль, ни уду. В период менструации и послеродовых выделений запрещается все то, что запрещено человеку без уду, также все то, что запрещено джунубу, а также держать пост до полного прекращения выделений, но после прекращения выделений разрешается соблюдать пост, даже до выполнения гусуль. Но дни поста месяца Рамадан, которые она пропустила по этой причине, ей нужно будет отдать как долг. Также запрещено позволять мужу с вожделением прикасаться без изолятора к ее телу, то есть кожей кожи, в области от пупка до колен, или с вожделением смотреть на эту обнаженную область. Это запрещено, пока выделения полностью не прекратятся, и она сделает гусуль. Некоторые ученые сказали, что запрещен только половой акт. Друзья, внимательно изучите эту тему, чтобы убереть себя от грехов. Желаю вам всего наилучшего. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok